Поделитесь, как у вас? Что получилось, что как? У меня как раз были подруги в гостях, они теперь будут каждый четвертый ходить, чтобы продолжать. Понятно. Какая еще польза? Кто еще пользует и что-то? У меня как-то человек в очереди, я бы сказала, она вообще сегодня сидела по компьютеру, ваше сомнение, читала, слушала для меня. Понятно. А кто для себя какую-нибудь пользу из этого избег? А кто? А я, конечно, в ладонку поделала. Мы пришла на обещание, я дам на себе. Спасибо. Классно. Ура. Так, кто еще на свой филограмм поделал? Кто еще? У кого все еще получалось? Давайте. Кто какой-нибудь, кто еще какой-нибудь? Кто, подмените руки, кто практиковал первое обещание? Держать обещание, да? Так, вы решили, хорошо, молодцы. У кого получилось подними все-таки? Получилось. Получилось. Молодцы. Так, хорошо, дальше. У кого второе? Кто второе подставал? Так, молодцы. Кто ничего не поделится чем-нибудь? Может быть, какой-нибудь такой, в какой-нибудь случае интересный, нет? Хорошо. Кто третье пробовал? Хорошо, ясно. Четвертое, кто пробовал? Даже четвертое пробовал? Ну, да, я не знаю. Так, кто пробовал пятый, а не уграть сильно? Петя, расскажите, а что это было? Ну, как бы, многое занятие, которое не занималось. Не разу в жизни, но как пошел, так, пошел, так. Ага. Просто работа попробовал. Ну, как бы, очень сложно, конечно, первое, жизнь, но как бы интересно. Так, свой адреналин маленький. Спасибо. спасибо наука нам говорит что привычки они более-менее усваиваются за три недели так что вам еще две недели в том-ком духе и потом не то чтобы совсем он живой спокойно сдохнуть можно будет перейти к другому следующий кто еще пробовал что то есть какие вещи обновлять себя так и проявлять свои таланты кто их проявлял какие у вас таланты удивитесь наверное ну у меня хорошо подчеркнуть если сходить в храма не на вас можно сразу применять счастье можно служение какое-то можно петь потанцевать появление талантов и еще какое-то а обновление себя так то есть какие у вас были ощущения когда ощущение радости что что то новое даешь человеку и обсуждаешь это интересное вот получается в этом состоянии долго ходишь думаешь позитив какой то что то новое узнал и после этого внедрить свою жизнь соответственно человек тоже понимает что то что то что то что то что то что то про парадигму так значит кто знает что такое парадигма помню слово что это такое давайте твоего пути да это определенный вообще переводится образец образец просто одним словом перевести то есть это определенный шаблон модель стереотип так скажем модель можно так назвать собственно вот вот то есть определенные модели в которых выстраивается научная то есть то есть научные что в которых научные работы выстраивается именно как бы в направлении вот этих вот определенных каких-то направлений которые задают эту модель и научное сообщество работает именно в рамках этой модели в рамках этой парадигмы за нее не выходит понятно теперь если я буду на такой бытовой уровень перевести совокупность вводных данных совокупность вводных данных представление совокупность представлений да то есть то что мы говорим да то есть это некая некая модель некий шагон который формирует картину мира мировоззрение то есть и давайте запишем то есть парадигма да скажем таком бытовой плане не только в научном это то как мы видим мир сейчас сейчас у него будет небольшое задание сейчас я вам покажу то есть те кто знают те знают те не выдавайте те кто не знают я сейчас покажу одно изображение изображение женщины и молча абсолютно у себя на листочке я попрошу вас то есть мы сейчас проведем научный эксперимент я попрошу вас записать немножко сколько сколько ей лет а потом мы построим график в excel хорошо приготовить вы тоже можете просто все все включаемся так нажимаем на кнопочку сейчас я еще что-то должен рассказать так неспородимое на это наше видение мира когда я еще хотелось какие-то умные слова умные слова поговорить ладно давайте это вам сейчас то есть для раскачки умные слова будут потом а сейчас будет картина так значит молча записываем сколько ей лет записаем давайте ну примерно они не обязательно так Мы к семье будем писать. Молча. Я сказал молча. Записать это не в стул. То есть пишут руками, а говорят обычно как тон. Я думаю, что со всех будет собирать. Я сейчас буду собирать. Я подумал, что всех спрашиваю. Хорошо. Поехали теперь. Давайте. Поднимите руки те, кто записал от десяти до двадцати лет. А можно сразу вопрос задать? Нет, нельзя. Раз, два. Это сам помогает читать. Раз, два, три. Три, да? Помогайте мне, я там есть колок не вижу. Трое помогут, да? Хорошо. Так, дальше. Двадцати до тридцати лет. Кто будет считать? Высшая аритметика. Не угодно, а? Давайте просто все рассчитаются. Последний ряд. Считайте. Семнадцать. Восемнадцать. Тридцать, сорок лет. Павел, поднимайте руки. А тридцать пять попадает в тридцать сорок. Трое. Как я тебе говорю. Трое. Ага. Так, дальше. Сорок, пятьдесят. Двое. Двое, да? Так. Пятьдесят, шестьдесят. Нет. Шестьдесят, семьдесят. Раз, два, три. Четыре, да? Четыре. Так. Семьдесят, восемьдесят. Раз, два, три. Три. Четыре, да? Четыре, ребята. Сколько еще? Еще раз, поднимите повыше. Выше руки. Раз, два, три. Четыре. Так. Восемьдесят, девяносто. А можно вопрос как раз? Нельзя. А кто-то здесь на руку гораздо больше. Взади. Нет, от этого как раз зависит. Поднимай сейчас руку. Вы уже поднимали руку. Ну, я просто психику знаю. Все, все. То есть, поднимите руки те, кто не поднимали руки. Значит, давайте начнем. Ну, мы сейчас нормальную кривую строим. То есть, давайте. То есть, те, кто не поднимали, какой категория относится? Вы куда? Я уже знаю картинку поднимать. А, вы просто знаете картинку, да? Ну, точно. Хорошо. Те, кто знают, все знают. Хорошо, ладно. Так, восемьдесят, девяносто точь есть? У тебя нет. У меня больше. Восемьдесят, девяносто, да? Я не знаю, там, или шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто. Так, сейчас здесь мы воспользуемся чудесами современной техники и построим диаграмму. Вот такая. Понимаете? Вот. Вот. Соответственно, вот такая картина. Странно, да? Кто дал десять двадцать, а кто – девяносто стоят. Что-то какой-то разгроз странный. Вот. Давайте поднимемся сейчас назад к картинке. Хорошо. Значит, видно, что диаграмма имеет более-менее два пика. Это один большой, да, в районе 20-20 селен. И, значит, другой пик поменьше – в районе где-нибудь там 60-70. Вот тут получается два пика. То есть, явно выражено кривое распределение. можно какой-нибудь выбрать, построить. Ну, вот пойдет такой. Линейческий надо построить. Так. Давайте. Те, кто за то, что здесь пожилая женщина, да? Или же какая-нибудь пожилая женщина. Где она? Пенсионерка. Пенсионерка. Кто может подойти и показать пожилую женщину? А? Давайте. Подходите. Покажите. Это что такое? Нос, рот, подбородок, платок. Это шума. Ага. То есть, все увидели? Нет. 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 Те, кто видели молодую женщину. Рот. 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 Ага. Поняли, да? Теперь, пожалуйста, те, кто видели молодую женщину. Вы садитесь? Нет. Давайте кто и другой. По очереди. Кто еще хочет быть? Те, кто видели молодую женщину. Давайте. Покажите. Ага. Голосы. Рот. 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 Ушко. Рот. 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 Все увидели? Да? А теперь уже да. А теперь какие-то вопросы. Как раз хотел сказать, у какой женщины возраст может написать? Который из них? Так. У нее волосы, вот глаз, нос, рот, подбородок. А где нос? Вот глаз. Вот глаз. У нее вот такой большой. А это какой большой? Это рот. Это подбородок. Вот это шуба. Ой, да. А я все равно не увидела молодую. Молодую. Покажите еще раз молодую. Еще раз молодую. Покажите, пожалуйста. Я объясню. Она отвернулась от нас. Вот это скула, вот это ушко. Да, да. Носик, орёстный. А это шляпка с пиловой. Покажите направление взгляда, ресницы, нос. Вот примерно так она. Все, все увидел. Так, поднимите руки, кто еще кого-нибудь не увидел. Да, прикольно. Ну, кто-то увидел 9, кто-то увидел 10 лет. Может, она просто это самое, в маминой шляпе. Понятно, да? То есть, на самом деле, что у нас изображено здесь, наверное, на рисунке? Что изображено? Линии. Набор чего-то так линии, на белом фоне. Правда? Да. Но один человек... То есть, на самом деле, этот эксперимент часто проводят, раздаются некие обуславливающие картинки, когда они не очень обуславливают. Я пробовал, не очень работает. Поэтому я сделал таким образом. Вот. То есть, и человек, в зависимости от какого-то своего внутреннего настроя, он видит одно или другое. Потому что по факту, ну да, все мы знаем там атомные молекулы, по большому счету. Вот. Но, то есть, для кого-то атомные молекулы, они могут быть объектом обожжения, а для кого-то атомные молекулы могут вообще ничем не быть. Хорошо. То есть, парадигм – это наше видение мира, фактически. И, поскольку у нас уже центр юридической культуры, я буду тоже периодически говорить какие-то умные санскритские слова, но они очень хорошие афоритмы, вы можете их записать и тоже где-нибудь при возможности блеснуть эрудицией. А вы знаете, что на санскрите это звучит вот так? Вот. Есть такой мудрый санскритский афорит, он звучит «Атма ванма нэйте джагат». Вот он тут написан. И, то есть, здесь переводится он, что каждый видит мир сквозь призму своего ума. Это очень важный паризм для понимания природы вещей. То есть, что такое ум? Когда на санскрите говорили про ум, «аманс», здесь вот развивается не просто некое хранилище информации, то есть, информация, которая… То есть, у нас есть органы чувств, у нас есть шесть, пять органов чувств, и эта информация через группы органы чувств поступает в наше… То есть, ученые говорят, она в мозг поступает, не в мозг поступает, Она поступает в наше тонкое тело, в тело нашего сознания, на самом деле. Мозг, как один из инструментов, все равно, грубо говоря. И там запечатлевается в виде образов. Образов слуховых, звуковых, ощущений, кинестетических, запахов, еще чего-то. То есть вся информация хранится в уме. То есть хранится в нашем сознании, в нашем тонком теле. Но она там хранится не просто так. То есть она хранится еще с эмоциональной окрашенностью. Мы не просто воспринимаем окружающий мир, что там какие-то там черточки или палочки. То есть так устроено, что у нас есть определенное отношение к нему. Поэтому информация в уме хранится не просто информация, это эмоционально окрашенная информация. И получается так, что мы смотрим на... То есть вот эти вот эмоции, то, что нам нравится, что нам не нравится, они на самом деле формируют наше понимание или же представление окружающего мира. То есть мы, как правило, мы не объективны, мы субъективны. То есть у кого чего болит, то это то, что мы говорим, получается. То есть мы смотрим на мир сквозь призму нашей привязанности, сквозь призму того, что мы скорее хотим в нем видеть, нежели чем то, что мы на самом деле есть. Это вот некий факт. Поэтому вот зачастую вот эти парадигмы, да, они вот как бывают какие-то карты мира окружающего. То есть можно сказать, привести аналогию. То есть есть некая объективная реальность, да, например, вот там есть черные-белые полосы. Но это на самом деле половина реальности, потому что, в общем-то, за этим есть еще некая все равно эмоциональная окрашенность. То есть это не просто черные-белые полосы, которые на самом деле это объект кто-то создал, его нарисовал. Поэтому, то есть он вот есть такой, как он есть, да, то есть там есть что-то, нечто большее все-таки, чем просто черные-белые полосы. Поэтому и вот эта вот сама по себе, там, физика окружающего мира, да, то есть сами по себе физические виды, плюс еще некий смысл, некий замысел, то есть некая эмоциональная окрашенность, да, некое отношение к ним, они представляют собой реальную территорию. То есть вот то, как на самом деле устроены. Помните, мы говорили в прошлом, на прошлом, знаете, про принципы. То есть в принципе это то, как мир устроен, то, что на самом деле есть. А карта – это наше представление, это то, что, по нашему мнению, должно бы быть. Это наши какие-то представления об этом мире. И в действительности то, про что мы говорим, про то, что мир устроен не так, как нам хочется, он устроен так, как нам устроен. И сейчас, на самом деле, на этом семинаре мы изучаем некие объективные законы того, как он устроен. Потому что, ну, кто-то может сказать, ну и ради Бога. То есть, вот, у меня есть своя картина мира, я буду жить по ней. Но здесь будут проблемы, потому что если мы заблуждаемся, то мы будем сталкиваться с конфликтами. То есть все страдания, которые в жизни бывают, они все происходят из-за невежества, из-за неверных представлений об окружающей реальности. То есть, поэтому очень важно иметь правильную карту, максимально приближенную к реальной территории. Например, ну, можно привести такую новую, представьте, что, то есть, вы приехали в какой-то другой город, назовем, там, в Петербург, например. И вы едете на машине, и, то есть, вы купили карту, но случайно, там, на этой карте, там, они, опечатка, вот. И, то есть, реально, то есть, вы когда выбирали в большом магазине, вы бы хотели купить карту Петербурга, а купили карту, например, я не знаю, Киева. Вот. И, ну, это, например, я думаю, что в советское время это было вообще, то есть, вполне правдоподобная вещь, потому что все улицы все равно одинаковые, улицы Легии, там, поиск, Легии, там, поиск, Легии, там, поиск, Легии, там, везде есть, так, как вы там сам, с легким паром. Вот, то есть, поэтому вполне можно было купить, то есть, представляете, вы покупаете, то есть, карту Киева, с тем, чтобы полнее сориентироваться в Петербург. Вот. И, зачастую, то есть, какие-то методы улучшения качества жизни, которые у нас здесь есть, они примерно такого плана, что нужно там больше стараться, прилагать больше усилий, вот, и еще добавок всего развивать позитивное настроение, то есть, смотреть позитивное будущее. Вот. Ну, и представьте, что, что вы, значит, едете по неправильной карте, и вы прилагаете, как еще больше усилий, что произойдет в результате этого? А? Если вы будете больше усилий прилагать в том, чтобы, все равно, найти какое-то место по неправильной карте. Залять твенцем. Да. То есть, что вы быстрее, что сделаете? Заботитесь. Да. То есть, вы будете ехать, но, то есть, с еще большей скоростью вы еще больше запутаетесь. Вот. А, то есть, какой-то он будет от позитивного настроения, вы все будете так говорить, ничего, у меня все получится, все будет хорошо. Вы все равно туда не приедете, туда, куда вам нужно. Потому что у вас карта неправильная. Поэтому здесь очень важная вещь, чтобы он пользовался правильными, правильными, правильными картами, то есть, да, которые максимально приближены к территории. Поэтому есть вот эти вот универсальные принципы, которые, в общем-то, интуитивно и так всем понятны. Но они конкретно, то есть, изложены, да, все эти принципы. То есть, их... Про них говорят многие великие, выдающиеся люди, потому что они универсальные. И они изложены, эти принципы, они изложены в священописании мира. Вот, то есть, я больше специалист по ведическим, по ведическим текстам, ведическим трактатам. И там просто описано то, как устроен этот мир. Да, говорится, что вот те же веды, это инструкция этой эксплуатации Вселенной, фактически, да. То есть, когда Бог создавал, то есть, он создал мир, он передал знания, ведо означает знания. Но это мир о том, как все устроено. Поэтому вот эти все эти вещи, все эти принципы, про которые мы говорили, эти принципы, они даны Богом, и они самоочевидны. И все, то есть, там неважно, ведь верят человеку, Бога не верят, они просто и так есть, да. И если мы заглянем в глубину своего сердца, мы почувствуем, что они есть, они очень-очень-то очевидны. Поэтому, то есть, вот этот вот стих, который мы цитировали, «Атма-вам-намин-кэджи-ган», да, то есть, «Атма» означает душа, и «Атма» означает себя душа. То есть, если мы смотрим на мир глазами просто души, наше собственное представление о нем, то есть шансы того, что мы будем ушибаться. И, то есть, мы будем пытаться сориентироваться по не той, по неправильной карте. Вот. Тем более, проблема еще возникает в том, что сам по себе мир, да, он, то есть, ландшафт, в котором же он может меняться. То есть, меняются наши отношения, имеются общества, мы можем перемещаться с одного места к другому. Но вот эти принципы универсальные, они не меняются, да, то есть, это вот что-то, что остается неизменным. Принципы подобны компасу. И карты, они могут быть, вот, прибывут к нами, и они могут быть, вот, по ароматам, да, это тоже один из аспектов вот слова «атма», означает «свердуша». То есть, и поэтому те представления о мире, то есть, которые вот даны сверхдушой, или же Богом, они адекватны, то есть, они действительно описывают то, как устроен мир. Поэтому чрезвычайно важный, вот, есть тоже еще афоризм, который называется «шаста чакшуш», то есть, смотреть на мир глазами священных текстов. То есть, не так, как нам кажется, что оно должно быть встроено, а так, как вот оно на самом деле есть. Вот. Вот это вот то, что я хотел сказать про парадигму. Какие у вас есть вопросы? Какие же мысли? Можно такой вопрос? Если мы, например, научимся воспринимать свой мир, как бы адекватный, то есть, ну, по реальным законам, но люди живут, они, у них, как бы, у каждого человека свой мир. То есть, если мы будем, допустим, стараться оценивать свой мир, как бы, с точки зрения, скажем так, внешнего, да, то есть, ну, а у них-то все равно свой мир останется, конфликт, а у них, как бы, нет, я же... Я, может быть, не правильно как-то выросла? Это факт. У людей, то есть, бывает просто, ну, на удивлении, то есть, иногда мы можем просто удивляться, насколько люди отличны от нас, насколько у них абсолютно другое видение того, как должен быть устроен мир. И, то есть, очень важно для нас постараться понять не то, как он должен быть устроен, а то, как он устроен. И, например, одна из реальностей, да, этого мира устроена, заключается в том, что люди видят мир по-своему. Это одна из реальностей. Вот, и поэтому вот очень важно пытаться видеть мир именно таким, например, в Ильбышевке не шагает, что мир он полон и совершенен. Поднимите руки те, кто видит мир таковым. Что мир полон и совершенен, что в нем все абсолютно совершенно. Видите? А написано, что он вот такой. То есть, это вопрос нашего видения. И до тех пор, пока мы будем жить со своими представлениями о мире, у нас будут проблемы. Потому что он вот не такой, какой нам хочется, он такой, какой он есть. Мы умом-то понимаем, наверное, что он такой, только мы это не видим. А это вопрос... Кытается это понять, что мы знаем, так и пытаемся полгибить. Да, да, да. Нужно первое, получить знание, и второе, то есть, когда мы говорим про привычки, нужно просто развивать свою привычку и видеть мир вот глазами этих самых священных детств, глазами этих шансов, то есть, глазами знания, объективного знания, которое на самом деле такое, какое оно есть. Это практика. Да, пожалуйста, вопрос. По поводу совершенства мира, разве, ну, я думаю, что духовный мир, это как раз совершенный мир, а наш материальный, он несколько, не обладает совершенством. Совершенный. Ом, фурнамадам, фурнамадам. То есть, это приятный пол и материальный тоже, полное совершенство. А тогда в чем это совершенство проявляется? Ну, например, вопрос несовершенства очень много, на многие вещи можно указывать там, что у нас, ну, в принципе, даже с физической точки зрения, там нет ничего совершенного. Там нет абсолютно, там, черного тела, там, или как-то, ну, такие понятия, да, материальные точки, там, как-то. То есть, как это можно... А что значит совершенное? Оно... В этом мире есть определенный замысел. И, то есть, с точки зрения того, как он создан, совершенно, у него есть все. Все необходимое для выполнения его функции. То есть, у этого мира есть определенная функция. И он полностью снабжен всем тем для исполнения этой функции. Например, там, функция соли быть соленой. Если мы, например, думали, что соль должна быть сладкой, она будет несовершенна. Но это наши тараканы. Это наше представление об этом объекте. Вот соль, она соленая, она соленая. Она идеальна вообще, вот, как соленая. Этот мир, этот материальный мир тоже идеальный. Вот такой, как он есть. Какова функция этого мира? Какова функция этого мира? Кто знает? Дать нам возможность подняться выше. Функция, то есть, первое, первое, еще то, что функция этого мира, действительно, в том, чтобы дать возможность, да, проявиться свободе воли живому существу, которое может быть или же в знании, или же в иллюзии, да, то есть, это вот специально такое, то есть, он совершенно, он идеальным образом выполняет эту функцию. И второе вещь, это то, что он дает возможность, ну, да, действительно, проявиться свободе воли, то есть, где, где, то есть, его существование, оно позволяет нам именно выбирать. Выбирать, то есть, у нас есть маленькая независимость по нашей природе, поэтому вот его наличие, оно позволяет, то есть, это то пространство, где-то независимое, оно может реализоваться. Но вот, если счастливы мы здесь или нет, это вопрос второй. Но, в принципе, у нас есть право быть счастливыми, или же, то есть, быть в знании, или же вливать в иллюзии, о самих себе. Быть до этого, вот, да. А странно, почему, если мир совершенным, то почему какие-то, вот, проявления свободы воли ведет к отрицательным последствиям? Ну, с одной стороны, казалось бы, вот делать, что хочешь, да, с другой стороны, ничего не получается. Он и есть совершенство для того, чтобы понять, что вот что хочешь, вот делать не получится, потому что мир устроен так, как он устроен. Но это есть некое несовершенство. Это совершенство. Можно я добавлю, вот это же как раз, наверное, касается парадигмы, которую человек сидит в голове. То есть, если ты понимаешь мир таким образом, ну, несовершенным образом, то он и будет несовершенным. Все верно, это как раз пример парадигмы. Но, опять, вот, мы просто говорим про то, что это все карты. А, то есть, вот, объективная, да, реальность, для того, что он совершенен. И несовершенным только наше объединение этого мира. Наши парадигмы несовершенны. А мир это совершенен. Да. А есть ли какой-то способ для нести человека, который прыгает, что он встречает душу? Она ведет с этой картой, нейтральной картой, и не слышит, там, от тебя. Есть ли способ участвовать? Давайте вспоминать, какие из принципов имеет место быть здесь. Можно вам примером показать, что это потенциал и рост. культивирование, да, не все сразу, потихонечку. Кстати, экинский насилие тоже, да, да. То есть, экинский насилие человеку. Правильно. В принципе, супровердивость. Хорошо. Хорошо. Теперь мы переходим к понятию зги и парадигмы. Да, вот те, 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 вот, когда была эта самая картинка с этой женщиной, то вы слышали периодические звуки. А-а-а-а, о-о-о-о, вот такие, да. То есть, когда был друг. Вот это вот и есть длин бродигмы. Когда возникает некое а или о, оказывается. Тот же Стивен Коев, он рассказывает историю из своей жизни. Когда он однажды ехал в метро, ну, где-то там, то есть метро не так, у нас все бывает. И был уже, то есть, поздно, то есть, да, то есть, была какая-то такая, ну, тихая, мирная обстановка. То есть, там сидят, то есть, читают газеты, вот еще такая, вот такая. И вдруг входит в вагон мужчина с двумя детьми. И дети, то есть, он садится рядом с ним, и дети начинают делать, чтобы не вывозить. Начинают делать прохожих, что-то такое, бегать по вагону. И, в общем, ну, то есть, создавать еще кучу помех, то есть, делать совершенно невообразимые вещи. Что-то, то есть, там, хулиганить, то есть, ну, не знаю. А этот мужчина, там, сидит, как-то так вот, появились в голове, и дрянет, смотрит на все на это. И Стивен пишет, что, ну, там, какое-то время сидит, там, минуту, другую, третью. Потом, собравшись, собравшись в кулак вообще, всеувежливость, которая у него только была, он говорит, извините, пожалуйста, как вы думаете, не могли бы мы что-нибудь поделать с поведением ваших детей? И, значит, этот мужчина, вдруг, как выходит из транса, говорит, о, извините, пожалуйста, я, на самом деле, что-то должен сделать, просто мы только что из больницы, два часа назад у них умерла мать. И я сам не знаю, что сделать. Ситуация. То есть, сдвиг по родинам. И он пишет, что, ну, я думаю, все что-то почувствовали в данный момент. И он пишет, что, 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 что щелкнуло. Сразу, сразу изменилось отношение. Все, и отношение изменилось, и поведение изменилось по отношению. Ну, спрашивайте, извините, чем тема, может, я вам чем-то могу помочь. Поэтому, вот это вот такой опыт сдвига парадигмы. Иногда бывает вот такой вот, скажем, ну, что-то переключается. Иногда это бывает, происходит не так быстро, не так сразу. Иногда это происходит довольно-таки болезненно, да. Например, у меня тоже есть личный опыт, да. То есть, отрываются отношения с одним человеком. И проблемы, то есть, я чувствовал какие-то неприятные эмоции по отношению к нему. И, там, симметически причем, никак мне ничего с этим не надо поделать. Да, все какие-то вещи, там, лупаться, еще что-то такое, ну, все просто не работало никак. Потому что внутри меня было, мне было вот не какой-то дискомфорт, да. И я считал, грубо говоря, плохим, где неправильно. И потом я начал как-то анализировать эту ситуацию, потому что это было довольно-таки, то есть, это близкий человек, и довольно-таки с ним, ну, вот, то есть, общаясь с которыми на протяжении долгого времени. И так вот жить, вот, да, с человеком, которым опитаешь какие-то отрицательные эмоции, невозможно. И поэтому это была некая работа, да, вот, не такого, не вот, не такого сдвига про Дима, а вот с течением времени, да, то есть, с очень большой работой. Я начал понимать, что проблема заключается, на самом деле, в моем видении вообще окружающего мира. И, то есть, это было связано с тем, что критерием оценки окружающих людей для меня была компетентность. То есть, если человек компетентен, да, чем более он компетентен, скажем, то есть, неважно в чем причем, да, то есть, ну, в любом области, да, он, то есть, в какой бы то ни было, то есть он должен делать вещи как-то, ну, компетентно, правда, то есть хорошо делать вещи. А, и, то есть, поэтому, а так получалось, что, то есть, есть принцип какого-то роста, да, есть что-то такое. Получалось, что та платформа, на которой сладкий скучился, и это не получается, и то не получается, и пятое, и десятое – не получается. И внутреннее отношение было, в общем, отца, может, и негативное, а какое-то такое, ну, может быть, не явно пренеближительное, но тоже вот понятно и для меня решением было в конце концов именно смена парадигмы потому что я стал понимать что огромное количество проблем и в отношении с другими людьми было именно в этом потому что ты компетентен во многих областях и в принципе для меня никаких проблем не было есть что-то в чем я некомпетентен и некомпетентен и некомпетентен в себе ничего такого страшного есть что-то, что я умею делать, есть что-то, что я умею, не проблема то есть но сам по себе взгляд на вещи через парадигму компетентности он поражал проблему в отношении с другими людьми и для меня то есть меня ситуация заставила вот и я не знаю, что этот процесс завершён но процесс идёт но в общем-то потихоньку то есть такой медленный сдвиг да пересмотреть отношение к окружающему миру где не начать ценить некомпетентность людей а ценить просто жизнь как таковую просто вообще то есть вот кто-то ценен да то есть то есть скажем человек должен получать вознаграждаться не просто не по уровню своей компетентности а просто просто любые проявления жизни они должны цениться и прощаться и вот это вот огромная работа которая для меня вот была чтобы именно переключиться сдвинуться вот 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 сюда и и реальность заключается такова то что такое видение мира оно оно ближе к абсолютным принципам которые есть потому что все частички бога и они все живые существа и они все имеются и и когда и по мере того как я мое видение мира начало меняться на отношение к тому человеку тоже становится когда можно еще закручь поливиться опытом вот сдвига парадигма или какому такого то есть вот такого или какого там постепенного у кого у жизнь как тоже не сталкивается с таким явлением сдвиг парадигма пилитер постоянно помню это происходит на самом деле окей попробуйте тут как какой-нибудь пример давайте бывают случаи которые визитно похожи на ваших но этот человек не близкий и он из-за нахожения с ним совсем не справляется то есть возникает агрессия к этому человеку и большие обиды и так далее и потом попадаются на нужные люди нужны книги в которых после которых понимаешь что у меня есть хорошая фраза кто тебе не друг и кто тебе не брат но он правильный человек и будет учиться ты понимаешь что вот этот человек здесь и сейчас делает это потому что это нужно тебе в первую очередь чтобы что-то понять и тогда все не меняется и необыкновенно в конкретном области кто еще что-то знаете у меня раньше были проблемы с пьяными людьми и с бомжами они ко мне в себя придирались, приставали, у меня была фобия такая а потом я как-то им стала помогать, понимать, молиться за них даже на дорогу подавала, чтобы помочь один раз у меня такая ситуация была, когда бомж стал плакаться и говорить, что обо мне никто никогда не заботился я просто поняла, что ну, о этих людях нужно тоже заботиться, то есть как-то молиться ну, то есть у меня отношения к ним поменялось и как вот у меня поменялось именно отношения то есть я там уже увижу, там пьяна, доложи я прохожу мимо, то есть уже не могу отстать не дарюсь, не призываюсь а раньше была проблема спасибо огромное кто еще что-то расскажет еще немного не ноги руки я служил не так давно в армии и вот ко мне в отдел направили одного мальча ну, это целый капитан был ну, такой не суразный, такой ни в чем не идет ну, что не помыть, что это он и не сделает если сделать, то все уже на выборы и плюс ко всему за ним еще начали замечать такое странное уходил куда-то в сторонку а когда он возвращался, ну, веселил вот ну, я сначала, первые реакции ну, как начальниками, так и подходящие вещи ну, агрессивные ну, потому что я его начал дать а потом как-то с ним поблизости познакомился он показал, что он из семьи он сын генерала и из него всегда, наверное, всегда вот родители хотели сделать настоящий мужчина а он не такой был не женили его на девушке соответствующего соответствующего который, да, который его скушал ну, в общем, такой не ну, честный человек ну, и потом, практически, мы сложились с таким, так, отношения ну, я к нему стал у меня не мягчивать когда вот узнал поближе и он и я к нему начал мягчивать и он буквально просто расвел и у него что-то получается стало а вот я еще как раз вспомнил тоже, да, такой значит, я уже недавно военный билет получил вот, и мне нужно было его принести в наш там первый отдел там такой мужчина сидит ну, уже пожилой он, и его это, все всегда боятся к нему приходить потому, что он всегда он начинает там, достает газету начинает там читать что-нибудь тебе ну, учить тебя нравоучения тебе какие-то, вот и всегда, в общем, все ты там не так делаешь, вот это, но, что-то я в последнее ну, в последнее время мы с ним начали там в хорошее отношение входить, так там ну, выполнять то, что он просит в срок, там, надо было получить вот, я позвонил там, ему предупредил, и в последний раз я вот на днях к нему пришел вот, принес ему билет, и мы что-то начали говорить, и начали говорить о каких-то таких человеческих вещах, и у нас с ним это, завязался разговор где-то на час, мне нужно было, в принципе уходить, но я решил, ладно, наставлю, да слушаю его и он мне весь этот час начал рассказывать вплоть до, в общем, ушел начал про космос рассказывать про планеты, про то, что люди вообще, которые к нему приводят они, в общем, технически они ничего не понимают, что физика это не наука, вот а вот там, это планета, все это наука, в общем и после этого после того, как мы с ним вообще поговорили вот у меня просто, ну абсолютно это другой человек, это он в моих глазах, как бы, стал человеком, а не каким-то там зверем который, это, вот и все, что ему, как бы, нужно было это вот, чтобы к нему пришли люди и просто его выслушали, вот как ну, поговорили по-человечески не так, как, что он в первом отделе работает и все там формально, как бы, потому что его все считали формалистом у него работа такая, формалист а вот раз мы с ним ну, это решили, так вот получилось, что мы с ним на другой разговор немножко перешли и сразу же все это он просто другим, оказалось, что он человек, который вообще думает о, ну о смысле жизни понятно, что в его возрасте он конечно же думает о смысле жизни реально просто другой человек просто абсолютно это и в общем вот так спасибо большое я сейчас не о парадигме в отношении ко всем людям в целом поскольку в детстве, когда что-то происходит подсознание обобщает то есть если один человек, второй человек то он обобщается и человек это как все человечество в целом я сейчас сижу разбираю ситуацию когда сформировалась дилемма такое вот восприятие отношения к людям как таковым в природе и разбирая вот эту ситуацию понимая, что вот этот вот один какой-то ложный такой вывод, то есть он повлиял на очень большие глобальное движение во всех сферах видений я вот сейчас сижу все записываю все схемы и понимаю, что парадигма она просто меняется то есть старое видение оно расцепает потому что оно неверное не истинное и появляется новое то есть такое глобальное движение спасибо, до встречи а я вот буквально на прошлой нашей встрече на первом занятии у меня произошел конкретно из них парадигма сказали, что ну то есть мужчина не должен эмоционально находиться в зависимости от женщины до этого я долго там слушал лекции персонала, где как раз говорилось что в энергетике следят я оттуда это и выводил ну вот и это самое то есть как бы я считала, что вот ну там всякий видический апаризм женщина раба мужчины мужчина раб любви женщины то есть все должны друг другу поддерживать исполнять обязанности пятое-десятое ну то есть получается какое-то взаимодействие вон бах я просто понимал, что вернее я не понимаю, что я нахожусь конкретно эмоциональной зависимости от этой парадигмы по-моему, как мне сказали у меня просто глаза открылись вообще совершенно ситуация предстала в другом свете и вообще все стало по-другому то есть это резкие качественные вообще изменения просто отношения к жизни это вот как конкретно сдвиг парадигмы вот так для меня тоже сдвиг парадигмы такой постепенный да, это весь духовный прогресс есть то есть вот если сейчас там все говорят про любую богу но реально да, есть есть тоже одна из мантр такая мантра ведическая где описывается каким образом все проявление света или чего угодно в этом мире является отражением даже не отражением а частичкой до любви богу который питает к нему его самовозвышенное преданное то есть к лишнейшему все и когда ты смотришь на мир не своими глазами а ты смотришь на мир глазами вот действительно бога и глазами великих преданных богов просто смотришь потому что это то как он на самом деле строит вообще все меняется в принципе поэтому говорите что что духовный прогресс это все вообще все меняется все отношение к миру полный гормон не таким как он написал все его проявления абсолютно все любые отношения с людьми отношения с другими объектами вообще он весь становится живым он весь становится живым да вот это принцип и то есть менталитет или достаточность того что мир дружествам не изобили все какое то получается тоже совершенно, совершенно потрясающий опыт. Кто еще что рассказывает? Вопрос. Да. Парадигмы и ментальные убеждения в данном случае одно и то же? Да, примерно одно и то же. Потому что в основном ментальные убеждения? Да, одно и то же. Просто некий такой расхожий термин, то есть умный термин, который тоже можно бросить на путь. Парадигмы? Да, это тоже. Я, в общем, тоже соглашусь с тем, что духовный рост очень сильно способствует именно в правильную сторону. Тоже такой небольшой случай вспомнил. Он тоже касается духовного роста в такой степени. Я вот раньше, мне кажется, многие там, есть такие люди, которые ведут себя так, позиционируют, как каких-то успешных, каких-то продвинутых. Они здесь как-то пытаются откровенно показать другим вот это вот свое некоторое такое, ну вот успех. И вот это вот, помню, раньше очень сильно влияло на меня. Ну не то, что прям очень сильно, но влияло. Мне действительно казалось, что вот такие вот люди, они такие замечательные, они так все прекрасно, хорошо. Они ходят, ну вот я, по-моему, помню даже вот несколько таких вот в моем, среди моего окружения таких вот персонажей. Вот. Но потом у меня вот так вот, когда со мной начали всякие интересные духовные трансформации происходить, мне как-то вот специально вот открыли глаза на это все дело. И я вот тех людей, именно, о которых я думал вот таким вот образом, именно они вот начали ко мне там то подходить там с какими-то такими, ну вот что-то ныть там о своей судьбе там или что. Как бы вы выворачивались передо мной в таком свете, как бы совершенно как бы не того партигмального, так сказать, качества, которого я как бы ну представлял, то есть совершенно в другом свете. И это было прямо буквально в какой-то короткий промежуток времени, причем там человек, наверное, там ну около десяти вот таких вот был, там чуть меньше. И я как бы тоже вот это очень сильно повлияло на моё сознание и вот тоже как бы перевернуло вот моё видение. И вот именно эта причина этому была духовная прогрессия. То есть вот вообще, в принципе, я считаю, что вот, ну на моём опыте лично, вот самый сильный, опять-таки повторюсь, в той дипломе, именно в духовном смысле, как ты развиваешься на духовном плане, очень сильный происходит пересмотр всего витья, людей. Если мир, и это так, совершенный, то люди, как составляющие мира, они тоже, по сути, совершенны? Они еще сами, сами всего. Ну, сами всего? Они сами, то есть, все. То есть, вот это вот… Вопрос даже не в этом. Если люди, как составляющие этого мира, как одна из его крайних, они совершенны, то их полностью всё, что они делают, это тоже совершенны. Тогда вот их поступки, их, может быть, вот именно изменения убеждений – это для того, чтобы они осознанно пришли к этому, к осознанию этих совершенств, к выбору божественной любви, к выбору духовной жизни? Они, то есть, все… то есть, совершенство заключается в том, чтобы занимать свое положение, то есть, быть адекватным к реальности. И вот это такая внутренняя, такая хитрость, да, это прелесть, да, прелесть живого существа, прелесть, там, человек, ну, человек, скажем, получается в том, что он может расти. Вот, то есть, он находится, если смотреть на некую стадию роста, стадию научения всего этого, то, то есть, да, он совершение после нас разделяет время. Вот так. По сути, совершение, но он должен сам к этому идти и позволить себе это. И в этом есть ценность, да, и в этом есть ценность. Я сегодня начала фразу интересную, о том, что люди не телесные существа, которые живут духовной жизнью, а духовные существа, которые живут в человеческой жизни. Все правильно, да, так и есть. Это у нас еще не это существа, Григорий, да. Ну, просто у меня было в жизни несколько случаев, когда как раз был родственник парадзим, причем достаточно резкий. Это, мне встречались люди, которые были смертельно больны, я просто видела их отношение, да, к жизни. Вот, причем мне показывалось это именно с той точки, что люди смертельно больны, они знают это, они готовы к этому, и они радуются жизни. То есть, ну, привыка немножко другому к жизни, к жизни относится, да. То есть, физически там, мне казалось, что физически немножко… Ну, то есть, у меня вот такой конкретный сдвиг произошел в этом плане именно в духовном, скажем, в жизни, когда просто ты не видишь, да, немножко другому к этому относишься, а когда видишь человека, который вот сгорает, да, то есть, ага, причем ты есть как раз подряд, и достаточно близкие люди, это впечатляет, ты двигаешься, хочешь не хочешь, а двигаешься дальше. Ты понимаешь, что вот у тебя осталось какое-то время, и нужно двигаться, иначе ты тоже туда же пойдешь. Ну, с ним там будем. Это факт. Для меня тоже сейчас были какие-то вот, когда уходили близкие мне люди, какие-то проблемы случались, устраивались, стрессовые хорошо, начинаешь думать о реальности бытия. Можно? Значит, тоже. Да, да. Как бы вспомнил, у меня 14 лет назад, 12 был такой тоже сдвиг серьёзный, но я стоял на грани жизни и смерти, и после того, как я выжил, у меня как бы само собой внесение вообще привернулось. Как бы с тех пор я ищу именно эти знания, которые помогают мне, как бы тот шаблон, который я получил на тот момент, ну, чтобы его, как бы, выяснили себя, понять. Потому что то, с которым я жил тогда, как бы, по сравнению с тем, что было после, как бы это вообще всегда не надо сравнение. И как бы сейчас жизнь посвящает именно тому, все дело только для того, чтобы найти это знание, которое приближается на эту свободу, которую я получил до нас сегодня. В общем-то, это такой сдвиг серьёзный. Спасибо большое. Хорошо, давайте двигаться дальше, у вас ещё несколько тем есть. Следующая тема, которую мы сегодня рассмотрим, перед тем, как и со следующей занятий мы передаем первой привычке, первой мамы. Это то, то есть это один из принципов, да, на которые нужно ориентироваться. Это то, что называется принцип эффективности. Он называет, Силинко называет это принципом баланса между R и RS. Вот, там, написано. Это баланс результата и ресурсов и средств. То есть это тот принцип, которым нам важно руководствоваться жизнью. Классическая вещь – это история про гусени, у которой есть золотые яйца. И вот, и когда крестьянину ему нужны были золотые яйца, поэтому, значит, всячески, то есть, то есть, то есть, хотев получить их побольше, и в какой-то момент он решил зарезать эту гусени, чтобы из него вытвестись в виде золотые яйца. Но когда он её зарезал, и ничего не было. Понятно. Вот. Поэтому вот это вот, то есть мы хотим каких-то результатов, для того, чтобы получить результат, очень важно вкладывать в средства, да, в ресурсы. То есть, он бы еще вкладывать в средства то, чтобы тебе ребята получались. То есть, мы не можем просто так эксплуатировать что-то окружающее. И можно вводить по три беда ресурсов – это физические, финансовые, человеческие. Да, например, для меня это физические ресурсы. То есть, это поддержание, это достаточно отдых, то есть, поддержание нормального состояния своего тела. То есть, если это машина, то означает, что за машиной нужно тоже следить, её нужно там ТО проходить, то есть, что-то там где-то мыть, ещё что-то нужно делать. Потому что, если всего этого не делать, то и пока результаты какие-то есть, но в какой-то момент, то есть, эти результаты они будут получены, закончатся. Поэтому, это тоже, кстати, физические ресурсы. И для меня, например, это была совершенно конкретная вещь, когда… Ну вот, просто тут очень-очень много дел, а нас здесь, например, в нашем ЦВК всего там четыре человека. На всё, по всё. Вот, то есть, по всем. То есть, вообще на всё. Четыре-пять максимум. И получается, что когда нету никаких выходных, и тем более, деятельность она связана с тем, что ты отдаёшь другим людям. Когда ты отдаёшь, 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 а сам ещё не заезжаешь и не откуда, то просто начинается с какой-то момент там, прям полного выгорания. Вот. И поэтому вот эта вот вещь, да, то есть, я так помню, что нет, всё-таки отдыхать нужно, хоть там сколько-то, куда-нибудь уехать от всех. Поэтому сейчас я решила, что всё-таки два раза буду в Индию ездить на неделю хотя бы, недели на десять, что там. Без телефона, без интернета вообще, то есть, никого, вот, ничего тут не случится, ничего тут не развалится. Вот, извините, физически. То есть, нужно вкладывать, нужно заниматься какими-то зарядками, нужно вкладывать что-то в это тело и, то есть, поддерживать нормальные расстояния окружающих физическую реальность. То же самое с финансовыми ресурсами, да, то есть, баланс между результатами и вложениями. Очень важно следить за тем, что и как мы делаем. И человеческие ресурсы. Опять-таки, если мы хотим какие-то взаимоотношения, нужно вкладывать, нужно уделять этому время. Давайте, опять, я на вас всё переведу, сделки. То есть, и важная вещь, чтобы был баланс между тем и другим, да. На санскрите называется баланс между прельсом и шересом, тем, что приносит немедленные блага, и тем, что, в конце концов, благо прийдёт к концу. У кого есть опыт того, кто может поделиться опытом, скажем, того, как был некий дисбаланс, и того, как этот баланс потом был найден. Пожалуйста. Ну, я как девушка, не сказать, что я бываю. Женщина, она недовольна своей фигурой, лицом, волосами, не найдётся всегда какой-то дискут, который надо добывать. Ну, например, я стала заниматься йогой только ради того, чтобы вот себя… Ну, йога – это напряжённые физические упражнения, очень напряжённые. И, действительно, они сопряжены с потерей, веса с потерей, да, в этой личной силе. Ну, ты говоришь, чего? Килограмм глубоко, всего прочего. И заметила, что, ну, как-то, может быть, худее, там, стройнее я не стала, но всегда я стала любить. Это я могу сказать. То есть, хотя знала, чтобы я совсем немного, потом какие-то такие события разные случились, что бы не пропадал, времени совершенно не было. Но обнаружилось, что, например, там стали красивее руки, совершенно случайно нащупываются мышцы в руке. То есть, ну, просто я как-то так сидела и… Для меня это было таким открытием, что я поняла, что это круто и что надо в себя как-то вот… Если ты в себя что-то вложишь, вот хотя бы физические упражнения, элементарные. Вот тело, оно ответит тебе благодарностью, и красота какая-то, она такая внутренней, как увеличится. Замечательно, да. Вместо того, чтобы за косметикой что-то покупать, что-то прикрывать, что-то еще делать. Просто немножко вложить, чуть-чуть набраться терпения, потому что это происходит не сразу, а какое-то время требуется, да? С тем, что в конце концов по-новому. И было приятно, но невероятно, что даже приятно не от того, что ты вдруг стал некрасиво, а от того, что ты смогла, и это получилось. Мне вот за вас очень приятно. Спасибо вам огромное, просто вот. Спасибо за это. Кто еще поделится каким-то образом? Ну вот, может быть, это самое, с балансом между… А можно отрицательным? 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 Вопрос, пожалуйста. Ну как бы… Да. А вот когда начинаешь в тело вкладывать, хочешь такой результат, вкладываешь, вкладываешь в него, потом думаешь, нет, как-то вот слишком-нибудь большие вложения, они не стоят, они вообще вот до того времени, которое драчено эти вложения, до того результата, который оттачивал? Поэтому мы говорим про баланс между вложениями. То есть, потому что ситуация вложений тоже нерабочая. То есть, я знаю человека, который занимается тем, кто только учится. Просто вот учится, 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 учится и учится. Занимается личностным ростом, личностно совершенствованием. Но всему есть, скажем, чувство меры. Например, скажем… Вот у меня ребенок растет. То есть, у меня есть важные какие-то дела, я занимаюсь чем-то вкладываюсь в этот проект и так далее. Но если я буду заниматься только этим, если не буду уделять время своему ребенку, подумаешь, ничего, я сейчас, сейчас, я вот тут все доделаю, все будет хорошо, а потом я уже займусь, но потом, может быть, уже понял. Просто потому что, да, то есть, всему есть свое время. Да, то есть, как, не знаю, телекар, песочные часы, то есть, время уходит. Поэтому важен баланс. Потому что что-то, что мы делаем сейчас, вот потом уже, может быть, уже поздно. Поэтому всегда важно, то есть, делать сразу… У меня тут тоже типичная ситуация, то есть, я выбываю, да. Скажем, люди начинают, ну вот, люди начинают заниматься каким-то бизнесом. Они думают, что вот я вот сейчас вот раскручусь, а потом начну что-то жертвовать, фрамы или еще какие-то вещи. И реальность получается такая, что то, что… То есть, люди впадают в этот раджес, то есть, люди начинают обуславливаться, превращаются вот… Вот эта вот работа, да, зарабатывание, зарабатывание, она просто превращается в образ жизни. Так что, чем дальше, тем меньше у них остается желания делать какое-то что-то бескорыстное, какое-то добро, какие-то еще вещи. Поэтому, то есть, вот это важное, чтобы мы всегда делали и то, и другое, чтобы был баланс между прейсом и шрейсом, то есть, между результатом и вложениями. То есть, и то, и другое должно быть. Очень важно. Кто еще поделится с чем-то? У кого есть опыт, то есть, нахождение баланса между финансовыми, да, ресурсами и финансовыми результатами? Да. Как финансы, он всегда хочется чувствовать себя, ну, стоить на ногах, да, что у тебя есть финансы, там, обложенные, да, на черный день, ну, как мы привыкли, да, выражаться. Не дай бог, там, уморят или еще что-то. У тебя есть средства, на которые ты можешь посуществовать, пока не найдешь себе замену. Вот. Ну, и как бы я знала принцип такой, что нужно откладывать 10% от своего заработка. Угу. Вот. Ну, и откладывала, и тут же появлялись какие-то проблемы, что нужно потратить. Отложила и тут же потратила, отложила и тут же потратила. В общем, ничего не получалось. И вот здесь вот как раз вот этот принцип постепенности вот. Стало откладывать, когда по одному проценту, казалось бы, чуть-чуть, понемножку. Но это оказалось гораздо легче. И, в общем, вот так вот постепенно, постепенно. Угу. Здесь очень много, что у нас был какой-то капитал постоянный. То есть, капитал и дивиденды. То есть, должно быть что-то, что у нас есть, постепенно еще накапливается. Вот. То есть, нельзя всеми деньгами рисковать. То есть, нельзя их вкладывать. То есть, очень важно, финансовое планирование. То есть, можно там рисковать или же, например, принцип десятины, он, например, неплохой. То есть, можно, то есть, можно смело жертвы, куда-то порядка десяти процентов от, не знаю, от оборота, скажем так. Или же, то есть, то есть, то есть, пускаться в какие-то рисковые предприятия тоже процентов десять, ничего, да. То есть, вроде бы, вложи, но потеряешь, ничего страшного. Вот больше уже стремно. Поэтому здесь очень важен вот этот принцип баланса. Вот мы тоже. Да, пожалуйста. У вас, по другой стороны, вообще, сам принцип накопительства, он же как-то вот шастер, кто не очень. Принцип накопительства, он сам по себе, то есть, когда копить деньги ради того, чтобы копить, нет. Здесь важен баланс. То есть, когда мы... Сам по себе капиталом важен, потому что, чем больше у вас, чем больше у вас есть, не знаю, то есть, как это называется, чем больше ваш оборот, чем больше ваш капитал, чем больше общая сумма, тем больше вы можете делать. Потому что, например, ну, вот видите, да, у меня была ситуация здесь вот по этому ЦВК. То есть, я занимался ремонтом, и, то есть, это ремонт, ну, то есть, этих руин, ну, то есть, миллионов пять обложился, то есть, где-то, там, пять-пять с половиной миллионов всего. И, то есть, это было все за счет сбора пожертв, за счет сбора средств. И я помню, это, значит, было в декабре прошлого года, была ситуация какая-то, то что все, все, что можно было попросить, уже попросил. И все уже, ну, все. И тем более, что, ну, то есть, там, пять месяцев все это делали, и реально, то есть, вот постоянно, да, постоянно просить денег у людей невозможно. Ну, просто, ну, то есть, некое даже эмоциональное, ну, не вовлеченность, что пропадает. Вот пять месяцев ты даешь, ничего нет, результата у них никакого. Потому что, там, пока все это. И в декабре прошлого года была просто абсолютно паническая ситуация, когда у меня уже не было уже и моих денег вообще никаких. То есть, вообще никаких не было. И, то есть, оно все вот есть, и нужно все как-то поддерживать. Вроде ремонт более-менее сделать. Теперь нужно как-то все это поддерживать. Платить аренду, платить, там, за все прочее. А тут еще ничего не происходит. Потому что новое место, то есть, и вообще ничего нет. И поэтому вот эта вот ситуация совершенно дикой. То есть, когда вот капитал очень маленький и нет никакой свободы практически, да. И вот по чуть-чуть какие-то, то есть, я помню, я там придумал какие-то там, не знаю, там где-то там тысячу заработает, там тысячу. То есть, какие-то совершенно смехотворные вещи. И вот там пока несколько месяцев прошло потихонечку, как-то стало раз в случае, вот только вот сейчас, да, через год. Что-то такое более-менее. Причем важно, то есть, и самому менеджеру, и исполнитель, и все что угодно. То есть, и ресурс очень-очень маленький, и возможности очень-очень маленькие. Поэтому вот этот вот капитал, и оборот, очень важно накапливать. То есть, делать какие-то вложения. Потому что, чем больше денег, тем проще их зарабатывать, скажем так. Поэтому это важно. То есть, делать именно вложения. То есть, вложения в то, чтобы капитал этот рост. Кто еще, кто-то еще великий финансист? Да, Сергей? Ну, я могу поделить своим опытом. Я, например, всегда работал как-то сам на себя. И всегда думал о том, как бы развиться. Но вот эта пропорция между доходами личными и доходами от бизнеса, она оказалась настолько великой и качественной. То есть, надо было на порядке увеличивать обороты и деятельность, чтобы получать те же самые деньги, которые ты зарабатываешь сам на себя. В конце концов, я успокоился и просто работал сам на себя. Потому что вот этот качественный скачок, который нам просто прикинул ресурсы, ну, просто ни к чему было стремиться к этому. Потому что результат, ну, и так будет. Ну, да. Если носом можно коснуться так, зачем он это делает вот так? И пылят его, да. Все правильно. Спасибо огромное. По человеческим ресурсам, конечно, сказать можно что-нибудь? Команду нужна для достижения какой-то весомой очень большой цели. Потому что одному можно, конечно, упереться там все-таки делать, то есть, сколько ты времени убьешь, сколько, опять же, финансовых ресурсов тебя следят. Поэтому самый оптимальный способ складить команду и действовать для достижения нужной цели. И здесь возникает тоже вопрос баланса, да. Например, вот ситуация такая, что нужно вкладывать и в то, и в то еще нужно еще и жить, да. То есть, собственно, нужно строить светлое будущее, а второе – это светлое будущее надо еще дожить каким-то образом. Поэтому вот этот вот баланс между тем и другим. Например, здесь у меня была ситуация. Я, то есть, здорово заболел, то есть, вернее, заболел-то я давно, то есть, у меня там рухнуло здоровье просто после всех этих перегрузок весной прошлой. И в течение, то есть, понимая, да, то есть, тут у меня тоже есть маленькая команда, маленький коллектив людей, которые здесь занимаются служением, работают. И я просто физически не мог ничего делать. То есть, мне нужно было заниматься этим телом, которое развалилось. Ну, на самом деле, было не только с телом связано, было связано с каким-то именно мировосприятием, то есть, какие-то вещи, про которые я говорил сегодня тоже уже. То есть, не некая работа над собой. И, то есть, я где-то на полгода выключился, я никакого внимания людям в общении просто не мог, потому что нужно себя начинать перед тем, как кому-то что-то еще давать. То есть, мне начали окончательно сдох. Вот, и просто, то есть, я очень благодарен всем всем, кто здесь есть, там, пять человек, которые мужественно все это перетерпели сами по себе, и сейчас, вот, где-то я с осенью в норму потихонечку, я не знаю, те, кто меня видит в прошлом году, то есть, я уже физически, то есть, извиняюсь, у меня был там гипертонический кризис, в общем, вообще, там по полной программе, там какие-то там чакры пробиты, я уже не знаю, там, в общем, короче, он вообще полный швак, вообще все разваливалось. Я понял, что так дальше жить нельзя. Вот, и сейчас потихоньку, вот, то есть, я начинаю обратно возвращаться, то есть, начинаю вкладывать в команду, вкладывать в людей, потихонечку к этому перехожу, и, конечно, очень благодарен всем всем, кто здесь есть, вот здесь, в синтетической культуре, маленькой команды народа. То есть, да, но реально тоже уже были на грани все, потому что уже сил дальше так терпеть нет. Вот, мы все-таки не дотерпели такую, сейчас я стараюсь как-то реабилитироваться. Это вот капалось о человеческом ресурсе. Кто еще поделится каким-нибудь опытом, с этим балансом? То, что мы хотим иметь хорошее отношение, с одной стороны, чтобы было все хорошо, или же мы хотим, чтобы люди, если это где-то в организации, чтобы они были производительными, чтобы они хорошо работали, делали что-то такое, но нужно что-то вкладывать в них. Просто так оно все равно не бывает в это время. И, например, у меня тоже реально, да, то есть, у нас есть центральный храм там, на Мединамо, да, и в течение последнего года были ужасные отношения с ними. Ну, что это такое, то есть, потому что я тут, тут сидишь там лишь бы выжить из серии того, а сейчас потихонечку, потому что все нормализовалось вообще, а там какое-то время было вообще просто очень тяжелая ситуация, сложная. И хочется, чтобы были хорошие отношения, но, то есть, для того, чтобы они были, их нужно строить, нужно просто там, хотя бы минимум приезжать, общаться, и то есть еще какие-то вещи. И по мере того, как я стал выкраивать время, я понял, нет, для меня это важно, я не хочу жить там в состоянии войны или в состоянии каких-то конфликтов постоянно, никакого желания нет. Тем более, что конфликты на пустом месте реально. То есть потому, что, просто потому что, то есть, потому что мы просто не общаемся, потому что там все мои друзья, ну, то есть, так получилось, чтобы не общаемся, поэтому есть какие-то всякие мысли, что-то. На самом деле, то есть, и когда я стал просто вкладывать, тогда когда я понял, нет, для меня это важно просто общаться, приезжать, то есть чай попить, то ситуация стала вырубиваться, поэтому это важно. А можно еще такой вопрос? Получается так, что мы же все равно не можем уделить очень много внимания большему количеству людей. Некоторые люди, они просто как бы уходят. То есть ты переходишь, переезжаешь с места на место, переходишь на другую работу, уезжаешь в другой город, у тебя там остаются какие-то родственники, друзья, с которыми ты просто уже не можешь общаться. Что в этом случае делать? Стоит ли поддерживать вот эти отношения? Они уже как прежние все равно не будут какие-то ясные. Одна из вещей, то что важно понимать, что мы все равно маленькие и ограниченные. Мы не можем быть всем до всех. И это тоже одна из реальностей жизни. То есть да, вот этот принцип ценить жизнь как таковую. Сейчас, например, мы говорим про объединение Московской ядры, вот про всех, да, всех тут есть. Самые разные люди. И нереалистично думать, что там две тысячи человек, у которых живут буквально разными жизнями. Да, я не знаю, для тех, кто знает проблемы, то есть общественное сознание Кришно-Московского. То есть есть кто-то, то есть есть, например, организация центральная, да, где есть, где видение того, что все должно быть очень организованно, все правильно выстроено. То есть и так должен быть устроен мир. Потом есть какая-то община, причем вообще не тоже разные люди. Есть, значит, где-то те, значит, там есть понимание того, что важно заботиться о человеке. Если будет забота, все остальное, все остальное будет, значит, приложиться. Где-то там вообще какие-то такие вот маленькие объединения, просто там типа как большая семья, вот какие-то такие вещи. Там есть кто-то старший, мудрый, там кругом вокруг не собираются. И вот это видение того, что так все должно быть устроено, и пытаться как-то соединить, найти построить отношения между всеми ними, никогда не получится. То есть вот никаких мозгов не хватит, никаких компьютеров, вообще ничего не хватит, чтобы все это сделать. Я какое-то время назад, два года назад, я пытался именно вот всю систему как-то объединить. То есть я заказал программистам разработку там сетевой и сетевой базы данных, то есть там с графическим изображением. И то есть я возился с ней около года с этой базой данных. То есть я сам, в принципе, то есть в свое время был системным программистом. Я знаю, чего и где, то есть вот это там должно быть. Вот, то есть я ясно ровно с УНК, с университета связывался. И интересная вещь, что потом выяснилось, то есть когда я поставил задачу сделать такую сетевую базу данных, где там все связи, кто кого с кем, кто без чего, где можно было бы охранить информацию, в графическом виде еще видеть, визуально с ней работать. То есть когда я сказал, что мне потом нужно будет, чтобы там было там от двух до десяти тысяч, значит, то есть полей в этой базе, ну, человек в ней должен висеть. Мне сказали, что вы знаете, ее физически сделают. То есть техника не позволяет ресурсов для того, чтобы она эффективно отображалась в графическом режиме. Просто невозможно. То есть вот это вот настолько все сложно устроено, что невозможно этого сделать. И сам по себе вот такой вот подход, да, вот такой логический, он просто не работает. И реальная вещь то, что вот это вот парадигма именно просто быть в контакте с реальностью, просто ощущать реальность. И поэтому вы, если будете ощущать реальность, то если будет абсолютное принятие всех вообще, то есть в принципе, да, для всех тех, кто с вами соприкасается, так и иначе, то есть потенциально вообще всех, а по факту с теми, кто с вами, кто появляется в вашем фокусе, то есть зрение прямо или костно, то есть еще каким-то образом рядом с вами, вот, то это будет некое практическое решение. Приведу пример. Я тоже сейчас собираюсь в какие-то статьи, может, я их тоже в рассылку буду выкладывать. Ну, это такая перспективная работа, которая будет делаться, ну, очень интересная. Я в понедельник встречаюсь с аналитиками, если их услышу, то есть там спиральная динамика, очень интересные люди, то есть я называю интеллектуальной элитой человечества. Ну, интересная тема вся. И есть, те, кто слышал про астрологию, в Индии есть так называемый бригу самхита, да, есть некие древние тексты астрологические, в которых, как говорится, записаны, то есть вся информация, карма всех людей, вообще всех абсолютно, то есть кто когда родится, кто когда умрет, и вообще все-все-все-все, в них просто на все записано. И кто-то может подумать, вообще, бред силы и кобылы, как, то есть причем это в любое время, вообще всех, то есть в этом веке, в прошлом веке, и в будущем, и когда угодно, то есть там все есть. Вот, это нескольких рукописей, то есть их там может быть несколько десятков, которые, они в разных частях Индии есть, и там есть там целые традиции хранителей этих рукописей, которые знают, как их считать. И, то есть, когда я раньше слышал, я думал, ну, блин, бредятельно, да, правда, то есть, ну, как такое, как такое может быть? И потом, когда я, собственно говоря, когда мой джортиш горы учил меня астрологией, то есть я узнал, как это на самом деле есть. В этих, то есть, действительно, их записал, блин, ну, невеликий мудрец, и в этих рукописях содержится вся информация о тех людях, которые когда-либо обратятся к этим рукописям. Понятная идея? То есть, не всех миллиардов, миллиардов, миллиардов людей, которые вообще где-либо, когда бы это ни было существовать. Понятно, что здесь есть тонкие связи. То есть, это все, ну, Бри Бумуни, он является мудрецом, то есть, одних из каких? Из мудрецов в этой вселенной. То есть, это не земное существо, реально. Вот. Ну, поэтому на состоянии составить такие трактаты, которые вот это будет написано, он знает прошлое, настоящее и будущее. Но, реально, заключается в том, что знание вот этой вот кармы всей, оно, это знание о всех тех, кто обратится, когда бы то ни было, к этим рукописям. Можно я еще тоже добавлю, что у меня знакомая, она была там, именно, ходила в эту какую-то трибу, то есть, то место в Индии. То есть, я действительно, ну, она рассказывала в этом опыте. То есть, я прочитала ее судьбу, то есть, досконально, все, там, даже то, что она не знала о себе, потому что ощущение такое, что ты просто на себя смотришь со стороны когда он все зачитывает, этот монах, который вышел то есть это реальные вещи там тоже, насколько я с этим лично не сталкивался, никуда не ездил я просто со слов того, что я знаю то есть там тоже есть разные, есть авторитетные, есть неавторитетные но энное количество авторитетных, вот этих самотолкователей, бюджетных, они существуют и есть и там вот такая, поэтому отвечаю на ваш вопрос то есть нужно, он разрешается так, чтобы именно заботиться и ценить жизнь вообще всех в принципе а по факту практически всех тех, с кем вы соприкасаетесь это будет решение, потому что иначе с ума можно, кстати а вот, что касаемо как раз этой темы у меня тоже, кажется, получается так, что очень много путешествий ну, живу в разных местах, и много школы, и у меня знакомых очень много поддерживать с ними отношения, но это вот как раз нереально но, когда ты встречаешься с человеком из своей жизни нет вот этой разницы вверх, или разницы в положении, или еще что-то то есть встречаешься именно с тем человеком, которого ты знал когда то есть не обязательно поддерживать, главное, когда ты его увидишь, ну, радуешься, и все живи здесь и сейчас да, здесь и сейчас, это самое большое искусство и не парится а? и не парится и не парится в бухгалагете написано, что надо действовать не привязываясь к результату то есть, ну, понимать можно по-разному, это не значит, что результата не должно быть но то, что пропорция между вот этим результатом и балансом, она вот еще там записана что не надо сходить с ума, иногда люди вот настолько хотят этого результата, что вкладывают вообще все просто к рыбе то есть, вот, это просто как свет клином сошелся, называется вот так сходить с ума не надо, такое ощущение а по поводу бригумуни, я слышал, интересно, кто-то на той же знаковом месте, говорят, там, люди совершенно конкретно знали во сколько и кто приедет то есть, они вышли за две минуты встречать до того, как автомобиль подъехал то есть, это то, что реально, да на самом деле, все эти вещи, то есть, если быть включенным в реальность, то эти все вещи, они как более-менее плюс-минус 2 подвидны ну да, то есть, ощущается это просто суть в том, что мы варимся не в реальности, мы варимся в своей реальность но в разделяемой реальности вот еще, еще и еще хорошее здесь, мы видим, какие-то да, хоризмы эффективность, это способность делать правильные вещи, а продуктивность, способность делать вещи правильно а? да, правильно, это сразу соответствие с принципами То есть можно очень эффективно лезть или ставить лестницу лезть на стену, но очень важно лезть на ту стену. Значит, мы залезем, конечно, туда, но будет продуктивно, но то ли мы делаем. Это вопрос к тому, что не всегда получается, делай то, что ты хочешь, а то, что ты хочешь. Разберись. Да. Вернее, ты не знаешь, твоя эта сценария или нет. На эту стену надо лезть, поэтому лезешь на все подряд. А потом спрашивай. Окей. Хорошо. И еще одна с тем, если у нас есть проблемы с результатом, начали, что, может быть, надо подумать и вложиться в ресурсы. То есть в ресурсы, в средства, где-то вложиться. Окей. Ну что, двигаемся дальше. У нас еще одна тема осталась сегодня. Так. То есть мы практиковали… Это же некий угодный парадийный принцип. У нас сейчас второе было такое угодное занятие. И вот со следующей занятии второй семь привычек. То, что у нас было до этого, мы изучали личный эмоциональный банковский счет. Теперь мы изучим просто эмоциональный банковский счет. С чего мы начинаем? Да, мы начинаем с личностного уровня. То есть мы начинаем с того, что мы работаем над собой, над какими-то своими качествами, над своим видением окружающим. Мы должны… То есть если мы хотим построить отношения с другими людьми, мы должны ценить этих людей. Это важно. То есть… Как мы… То есть, может быть, посмотреть, в какую роль мы могли с ним относиться. То есть увидеть… Увидеть вот это вот совершенство всего. Увидеть потенциал того, каким образом мы могли стать. То есть… Ну, попытаться оценить те задачи, которые люди решают. То есть… Как бы то ни было. И… Если это и есть, то на базе этого можно строить отношения с другими. То есть не… Какие-то из этих вещей, они могут казаться там более техническими, какие-то менее техническими. Но это то, что реально повышает доверие с другими людьми. Да? Семь видов вкладов на национальный банковский счет. Семь видов того, как можно строить отношения. Это навыки. Это практика. То есть не точно так же, как я дал задание практиковать вклады на личный основной счет, то задание на следующий раз будет именно практиковать вот эти вот семь видов вкладов способ строить отношения. Но опять только посмотрите. Все эти вещи работать особенно не будут, если вы человека видите негативно. Не сработает. Будет невербальная коммуникация. Ага. Вопрос как раз, вот еще по семье неправильного было. Вот мне часто попадается такое, что я прихожу на работу, и у меня начальник, про которого меня описывают, он просто вот зверь. Он довольно всегда плач. Он такой вот просто… И я когда вижу это, я выхватываю из него какие-то некоторые положительные качества и такая, все, я вот буду работать с этими положительными качествами. Работаю только с ними. Это правильно или нет? Потому что как будто я работаю только с положительной стороной человека, а не полностью с ним. Но это действует. То есть у меня никогда не отрывались, у меня просто не было. Это вот из серии, здесь тоже должен быть баланс между результатами и между, то есть средствами, да, то есть какими-то. Потому что с одной стороны, то есть мы, то есть вот так вот жизнь с начальником зверя может быть тяжело. Это правильно, да, то есть развивать в себе правильное, хорошее видение, то есть позитивное, да, брендаунское видение такое. Но вместе с этим мы должны заботиться о себе, потому что если мы очень долго будем жить в дискомсортной ситуации, мы просто перегореем сами. Поэтому важно и то, то есть, да, вот первое, действительно, то есть вклады в развитие отношений, но если нам просто сложно жить с этим все, долго быть с человеком, то надо и о себе тоже заботиться нужно. Это важно, потому что до светового будущего мы можем не дожить. Для того, чтобы человек изменился, может потребоваться очень долгое время, мы можем просто не дожить. Поэтому важен баланс. Давай, Сереж. А мы можем просто вот как бы озвучить эти принципы и их обсудить, потому что что-то вот так не так происходит. Давайте, 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 по-другому пойдем. Первый принцип – стремиться понять другого. Кто еще скажет, какие вопросы есть? У нас будет одна из привычек или один из навыков, это как раз, какой получается, пятый, да? Сперва стремиться понять, а потом быть понятным. Там будет, то есть, всякие, будем учиться эмпатическому слушанию, и самое главное, что их нужно стремиться понять. То есть, нужно иметь желание понять, да? Как мы говорили, навыки – это желание, вот, это знание того, как это делать, и, собственно говоря, воля, да? То есть, взять и делать. Какие есть вопросы по этому? Да. Ну, это как раз осуществляет злиг правильного. Да, это злиг правильного. Да, это злиг правильного. Я добавить хотел как раз злиг правильного. Да, давайте. Ну, и про карту рассказать, да? То есть, про карту, допустим, лично я нас просил. Я полгода назад узнал про карту, четкое было там объяснение в семинаре, да? Дополнительно к этому еще добавлялось то, что каждым человеком движет только положительная мотивация. Даже если маньяк что-то делает, он все равно его личный телосположительный, он достигает своих каких-то качеств. То есть, это помогает нам понять другого человека, то, что он, в принципе, действует там как-то. Своей точки зрения положительная. Да, это принцип НРП, они очень неправильные. То есть, это одна из основных предпосылок НРП. То, что человек, он хочет хорошего, только он… Не знает, не знает. Вот так вот, да. То есть, может быть, когда-то это и было эффективным способом, где-то в какой-то ситуации. То есть, да. Но потом этот опыт обобщается на вообще все и вся, и это становится его картой, его картиной мира. И поэтому он хочет как лучше, а окружается как всегда. Ну, еще тут добавить. Да. Конечно. И когда вот эту карту, соответственно, понимаешь, что у тебя своя карта, у других тебе своя карта, да? Почему это привело? То есть, в последние полгода я практически не спорю с людьми и не конфликтуясь с ними. Потому что, когда ты слышишь другое мнение… То есть, раньше всегда, когда не было понятия карты, ты начинаешь как-то думать. То есть, есть какое-то некое правильное решение, оно твое, и ты начинаешь как-то объяснять человеку. Сейчас, фактически, в эти спорты с людьми не ступаешь, потому что понимаешь, у меня своя карта. У тебя своя карта. То есть, реально, когда ты становишь конфликт, это становится гораздо лучше. Да. Жить становится легче и легче. И к этому только добавлю, что существует еще и территория. То есть, когда мы работаем над приближением своей карты к реальной территории, то мы начинаем с себя и… То есть, знаете, что… Еще я хотел поговорить… То есть, становится… Есть такой принцип «социальное зеркало», да? Когда… То есть, люди смотрят на то… То есть, мы взаимодействуем с окружающим миром, и мы смотрим, и мы судим о себе по реакции окружающих нас. То есть, нам, например, тут как есть классические истории, что я Попадо рассказывал, да? То есть… А нет… А, нет… Бог сегодня будет рассказывать. То есть, мы смотрим на окружающие, если нам все внушают, что ты какой-то не такой, да? Вот… То мы и сами будем становиться вот какими-то такими, не такими. Но если… Если мы… Вот почему мы говорим, что общение со святыми, оно очень… Оно очень ценное, потому что они подобны прямому зеркалу. Мы себя реально… Вообще не с ними, мы получаем обратную… То есть, абсолютно конгруентную коммуникацию. Мы начинаем действительно видеть, кто мы есть на самом деле. С учетом всех этих потенциалов, рост и всего остального, они ценят… То есть, они видят все в правильном свете. Есть такой стих замечательный в «Хайле Бахте Судодаеве». И… Причем произнес его для тех, кто знает велическую всю эту кухню. Его произнес хираник Шипу. Вот. То есть, великий демон. Но звучит он потрясающе. То есть, он универсальный. Человек подобен хрусталюм, который отражает качество объектов, находящихся рядом с ним. Поэтому, нужно общаться со святыми… То есть, с людьми, со святыми веществами, которые более продвинуты, чем вы. Которые… То есть, которые любят вас… Как вам хорошо… Ну, то есть, проявляют какие-то чувства… Которые имеют подобный склад ума. То есть, ну… То есть, вот там… Близки вам. То есть, по духу, примерно. Вот что-то общее. Вот это вот вещь. Про стремиться понять другого, да? Да. Я тоже… Я раньше очень любила спорить, а потом, когда настала с собой работать… И… У меня вообще желание спорить совсем пропало. И… Многие люди, они воспринимают, как неверенность в своем моменте взглядов. То есть, они не уверены в своей позиции. Они говорят, ну, почему ты не хочешь с вами разговаривать, значит, ты должна убеждить меня. Вот такие вот моменты. Угу. То есть, воспринимается это, как моя вообще какая-то неуверенность в себе, что… Ну… Нет. У меня есть свое мнение… Извините, как вас зовут? Дмитрий. Ну, Дима сказал. То есть, у нас есть свое мнение. Оно есть свое. Но мы… Но мы принимаем то, что другие видят мир по-другому. Принимаем эту точку зрения. Принимаем. Мы не принимаем… Не обязательно мы разделяем их точку зрения. Но мы принимаем их право иметь свою точку зрения. Это просто факт. Это факт жизни, что они вот такие. И они видят меня. То есть, я не наезжать ее разделяю. Но я принимаю тот факт, что они ее. То есть, у них она такая. Правда заключается не в том, что они правы. А правда заключается… Это правда заключается в том, что в данный момент времени у них такое видение ситуации. Вот это все. Вот это правда. А это правда? То есть, не нужно будет вообще… Ну, вот, стол деревянный. Ну, вот, что с этим поделать? То есть, это бывает настолько, вот, действительно, вот, ну, кажется настолько вообще, вот, вообще все по-другому. Ну, как вот так вот бывает? Ну, так. Ну, вот… На самом деле, сильно меняет мое различие. И менее энергозатратно. То есть, не нужно спорить с реальностью. Они будут рассказать в этой связи. Значит, где-то там в горах, значит, выяснилось, что живет, значит, человек, которому 90 лет, и который за всю жизнь никогда не спорил. К нему приезжает, значит, журналист, то есть, разыскал его там в этой деревне. Скажите, пожалуйста, вы что, правда никогда не спорили? Нет, не спорил, говорит. И что, говорит, и, то есть, и даже, не знаю, там, и с детьми никогда не спорили? Да и с детьми не спорили. И что, и с учителями тоже никогда не спорили? Да и с учителями не спорили. И что, и даже и с тещей не спорили? И с тещей ведь не спорили. Что, говорит, и с женой не спорили? Да и с женой не спорили. Ну, батеньки, что-что-что-что-что? То есть, начинает накаляться, что действительно с женой никогда не спорили? Спорил, спорил. стремление понять друг другу вызывает очень темно смещение потому что мы на самом деле общаемся стремясь навязать свое мнение другим в результате происходит конфликт и разговор происходит деструктивную плоскость не возникает создательной плоскости а когда стремишься понять что ты можешь предложить возникает возможность прийти к компромиссу и вопросы в принципе решить в созидательном ключе потому что если ты не стремишься стремишься продавить то не получается вообще ничего в конечном итоге невозможно то есть то есть даже если дать прописать лекарство нужно поставить диагноз и что там вообще происходит то есть иначе никаких шансов нет я хочу хочу зависит пожалуйста вы только не думать что я великий святой который у которого все это на сто процентов всегда получается вот я это детей те вещи которые то есть дающие не подсчет я действительно сквозь во многом живу соответственно тоже пусть я совершаю ошибки это что же я не какие-то старые привычки здесь сделать очень важно это мелочи но они очень важны то есть как эти мелочи они всегда пожалуйста на самом деле человек раскрывается именно в мелочах каких-то таких вот крупных каких-то действий его не так видно потому что крупные дела как 0 мы им по это значение поэтому пытается вести себя по крупным то есть мы как бы наигрывали а мелочах на краски можем просвечивать мелочах просвечивается на тура человек потому что на мелочи мы особенно не обращаем и вот если как раз степно обращение на земле чем можно на самом деле прочитать человеку человек он будет в каких-то крупных совершенно поименцев как молоча и это те вещи которые можно осознанно делать чтобы это хорошо дошло привычку или настоящее вопросов поведения вопросах какие то действия то есть больше наших APIs какое темное совершенно еще попытка еще полном не ж у wrasha об captures ночной будет выражаться то никто об этом не узнает любую Fa゛ до �ом вот это к нам отказывается то что то что то что как это может делать как может проявляться хорошо достаточно потому что если этого не делай тому же разваливается если не делать здесь вкладных нач dona случайно будете совершать какие-то и неприятные другого человека вещи и отношения будут рушится если есть если их не строить они будут автоматически разрушаться как все вот и все само по себе все разваливается так дальше держать обещание очень-очень важно да все все знают эти сказки вот когда то есть один раз не сделаешь другой а доверие это есть одна из грани взаимоотношений это есть в категории причем очень важно давать обещание то есть не просто это то есть не давать вообще то есть тогда когда мы можем дать обещание очень важно давать обещание и выполнять это важно вот и хотя важно тысячу раз подумать перед тем как дать обещание очень важно то есть иногда люди то есть ну чтобы не обидеть поэтому обещают и кажется что это будет хорошо но на самом деле это не так не так уж и хорошо потому что отношение портится доверить дальше прояснять взаимные ожидания да то есть семейные отношения какие-то очень важно с самого начала значит что друг от друга делаем то есть когда мы договариваемся очень может прояснить до конца и саму себе стремление пояснишь и потом не будут какие-то проблемы она увеличивает степень доверия на живущих первом пункте можно сказать что при селе означает то есть стремится понять другого этого этого это понять прояснять ожидание то есть может быть просто когда мы о чем договориться проговорить это до конца стремится понять то есть объяснить как ты понимаешь как другой цвет немножко счастливый еще не просто прояснять все это нужно да дальше проявлять цельность натуры да то есть слова равняются делом ценности равняются поведением то есть грубо говоря что говорим то и делаем причем ну да ну да это всего этому всему учиться надо это просто это практика я понимаю что все сложно действительно сложно это что так же потихонечку мы протекнуем и потихонечку можно сделать это привычка естественно сложно вот у нас в практике ваше величество все маленькими шагами нужно быть еще важная вещь если вы снимаете с отсчета доверия а вот мы потом там посмотрим да если мы пробежимся то очень важно искренне извиниться просто за то что мы сняли за счета доверия может мы проводим тысячу раз но если мы когда немножко грубо себе ведем или еще что-то не сделаем то мы должны извиниться за то что мы сделали то есть мы можем и справедливо что-то делать все правильно но если причине человеку сделать что-то неприятное то просто извините за это за то что причине кому-то беспокойство все равно даже объективно если мы сняли с отсчета доверия не держали обещание все равно нужно извиниться за это то есть это вот то как правильно себя вести это именно аспекты поведения но они очень полезны для меня они были очень полезны то есть именно это то как устроен мир так так он устроен так психология устроена да мужчинам очень любят на издраживаться обещание потому что когда приходится извиняться вот самого слова и мысль того что мужчина должен извиниться ну неважно перед кем мужской гормон тестостерол не просто падает и чего значит ты сам разрешил свою беседу я не знаю я не знаю мне нравится мне нравится ничего все в порядке ну может быть еще ничего не возьмешь кем-то я говорю про универсальный принцип они для мужчин и для женщин и вообще для всех работают это важно на что мне ставится что-то у меня была такая что для мужчины более важно сделать свое дело чем не делать потом извиняться то есть это более важно концентрироваться на том чтобы выполнить свое обещание дорогие друзья важно важно все то есть мы не мужчины и не женщины мы вечные духовные души вот идея будет вам понятно что у нас есть определенные роли но есть то о чем мы говорим это универсальные принципы противостояния взаимоотношений то есть и мужчины и женщины неважно как то есть мужчины тем и хромает что они с взаимоотношениями проблемы вот то есть реально и так иначе то есть да вот у мужчин есть скажем более логический разум поэтому я даже с помощью логического разума убедить себя о том что это надо делать потому что люди то есть со всеми хорошими намерениями люди будут обижаться на наше поведение отношения будут рушиться а я только сейчас просто посмотрел на все это и понимаю что вот так вот жить нет возможно но очень сложно то есть реально невозможно все это уметь держать и практиковать в связи с этим я просто там сейчас свое понимание вы скажете и вопросом заданно мне кажется что просто надо брать какой-то один принцип и прямо его стремиться практиковать в течение ряда дней или недель вот вы лично сказали что вы этому всему обучились научились как вам удалось это перевести в практическую плоскость а я вам дам ваше задание то есть в течение недели да вот у меня вот было да по крайней мере три из них братья и просто практиковать просто делать просто вспоминать про это и делать это вот сам тупун да у вас не может просто берешь и берешь и делаешь одно другое потихонечку там со временем и все запомнишь вот где-то будешь забывать где-то будешь вспоминать про них где-то будешь шишки набивать ах блин вот например лично вы по одному брали или сразу все и сколько это времени у вас заняло значит давайте опять объективные вещи наука говорит что больше трех ну смирно трех-четырех чего-то такого осознанно то есть мы удерживать в памяти не в состоянии поэтому число три такое магическое да можно брать три какие-нибудь и три их практиковать потом потом чего-нибудь еще вспомните то есть когда то есть эти войны в стрелочке можно еще одно то есть три из разных элементов может быть по-разному то есть как-то все равно не будут последовательности вот есть две теории сейчас я сейчас скажу я помню что я все эти семь или сколько тут их получается да семь я их все не мог сразу запомнить но постепенно где-то за полгода за год где-то вот так вот потихонечку они у меня внутри убеглись вот это вот так я помню что там было очень много всего я никак не могу сказать а что там еще есть ну потихоньку все запомнил да извините вот например даже если взять вот эти семь вещей да какие-то кому-то сделать проще какие-то сложнее вот слабые места вот вы считаете нужно человеку развивать свои сильные стороны на этом акцентироваться или начать с более сложного а по-разному то есть если более сложное но оно лежит все равно реальное то то есть его тоже можно делать то есть потихонечку нужно все осваивать то есть по-разному то есть это отрицательное подкрепление то есть у нас вообще могут руки опуститься поэтому баланс вот принцип баланса да можно так одно сложное два простых да мне кажется жизнь покажет какие фрагменты ну какие виды например вкладки выполняют ну практическое решение нужно одно сложное два простых нормально или два сложных одного простых ну посмотрите для себя но что-то сложное важно всегда делать маленькими шажочками сложнее тоже надо делать потому что это каждый маленький успех он нам дает больше сил двигаться дальше то есть оно потихоньку все раскручивается вот эти вот важные шаги не очень нужны да то есть буквально важные так дальше значит последний быть открытым к обратной связи то есть когда нам что-то говорят то нужно понимать что это не то что мы такие есть только Lightning Bild Это это не то что выглядит окружающий и это может быть связано это может что-то объективное когда нам надо видеть себя так то вот collar то есть какие-то объективные вещи то есть чисто физически то есть так улыбка была вещь такое да то есть они какие-то вещи совершали это может быть окрашенные субъективны надо помнить что это может быть действительно просто субъективная краска то есть на полевым зеркалом ну не все являются seventy almost during the rman Но правда заключается в том, что этот человек так все это воспринимает. И все равно мы можем задуматься о своем поведении. То есть, может быть, мы имели в виду что-то другое, но повели себя неадекватно. Это ценная обратная связь. Поэтому по-хорошему нужно приветствовать обратную связь, кому что-то говорят. Не принимать ее лично, а понять, что да, другой человек на наше поведение вот так отреагирует. У него может быть своя карта. Но если мы хотим что-то, то есть, каких-то отношений, то мы должны ее учитывать. То есть, мы не можем, у него своя карта, я буду вести себя, как хочу, и что хочу, то я делаю, и получу то, что хочу. Ничего подобного. Опять, мне сейчас хорошо сидеть и вещать это все, это там, да, со стула, я понимаю. То есть, если мы эмоционально вовлечены в какие-то ситуации, это все гораздо сложнее. Но все-таки это практика, то есть, с практикой все возможно. Потихонечку это практика. Так, и, соответственно, есть 7 видов снятия с эмоционального счета, да, можно их не записывать, не нужно их записывать. Просто, просто почитаем. Ну, или как, все понятно. Да, давайте кто-нибудь получили почитать. Ну, кто считать имеет? Русский. Один человек, а? В первую очередь, в том, что он не виноват. То есть, если мы это делаем, то это ухудшает отношения. Так, дальше. Быть другом не юстируем. Быть другом не юстируем. Да, маленькие мелочи. Кстати, одна из вещей, если мы смеемся над кем-то, даже если ты друг, даже если он поймет, это все равно снимается со счета. Даже если это вот как будто ни было. То есть, если мы над кем-то подсмеиваемся, вот над собой, пожалуйста, не проблема. А вот над кем-то, знаете, что даже если отношение хорошее, все равно это снимается еще в доверии. Да, здесь к вам хорошо относится. Дальше. Зарушайте обещания. Ага. Так. Дальше. Ага. То есть, лицемерие. Смотрите, здесь что? Одна из вещей, которая сюда включается, это быть верным по отношению к отсутствующим. То есть, если мы начинаем кому-то кости перемалывать, то есть, если мы начинаем говорить о ком-то, так как если бы, вот, мы не сказали бы, если он здесь присутствовал, то что получается? Вы рушите отношения еще и с тем человеком, с которым вы эти кости перемалываете. Потому что он будет знать, что в его отсутствии вы точно так же и про него сможете будете говорить. Поэтому вот эта вот критика, да, вот такая-то вот такая. То есть, очень важно говорить об отсутствующем так, как если бы он здесь присутствовал. То есть, это разрушает отношения. Быть неверным по отношению к кому-то не было. Так. Вместо извинений проявлять гордость или обман, высокомерие, и отвергать обратную связь. Это те вещи, которые улучшат отношения. Вопросы, комментарии? Я на лекции доктора Тацанова слышал такую вещь, например, типа, если вас козлом обозвали, грубый человек полезет драться. А если, а разумный человек спросит, да, как интересно, а почему вы так считаете? Я просто представил эту ситуацию. Нет, нет, это все верно. То есть, действительно так. Да, очень близкий. Хорошо, давайте вопросы. Потому что сейчас будет маленькое повторение материала, и потом намошнее задание. То есть, что мы сегодня у нас прошли? Парадигмы. Так. Дальше что? Карты. Принцип эффективности. Да, то есть, эмоциональный банковский счет. Хорошо, значит, теперь тогда что мы делаем? Разбиваемся по парам. Объясните, пожалуйста, что за карта, как вы это понимаете? Карта? Да. Кто объяснит, что такое карта? Наши восприятия мира. Наши восприятия мира. То есть, мы видим мир сквозь призму своего ума. Сквозь, то есть, карта это наше представление о том, как должен быть устроен мир. И когда мы воспринимаем его именно сквозь эти представления, называется карта реалия. То есть, карта окружающего мира. Нет объективной реальности, нет какого-то одного мира. Нет, неправильно. Есть и есть. То есть, первое утверждение, то есть, да, как есть физики. Второе, то есть, первый закон, существует инерциальный системный отсчет. Они существуют. Поэтому первый закон, то есть, Бога, да, или кто-то перед заморозом, существует абсолютно реальность. Мир устроен так, как он устроен. Это первое, первое, вот, не знаю, первый закон, не знаю, там, чего там. Вот такой, что проверциальные системы, значит, что-то они есть. Я все никак, то есть, когда мы эти законы, я все никак не упомянула, что это за принцип такой, что это закон дурацкий. И потом, для меня даже что же означает, ура, они существуют. Вот, вот это вот и есть первый закон Ньютона. Поэтому, ура, абсолютно реально существует. Объективная реальность есть. И вторая вещь, то есть, люди зачастую, как правило, за редким исключением живут в субъективной реальности. Вот это вот вторая вещь. Но первый закон Ньютона, он и есть. У них существует объективная реальность. И это то, чем мы тут занимаемся. Если бы все было относительно, то все бессмысленно. Что они делали, в конце концов, то есть, все бессмысленно в конце концов. Но существует объективная реальность. Мир устроен так, как он устроен. Мы изучаем объективный закон Ньютона. Я просто хочу добавить, что субъективность, объективность закона не понять, не осмыслить. Чтобы объективно осмыслить действительность, нужно от субъективности отказаться. Не нужно отказаться. Не нужно отказаться. Субъективность все равно остается. То есть, субъективность — это часть объективности. Одна из объективных вещей — это, что существует субъективность. Это очень неприятно. Это объективная реальность, что существует субъективность. Субъективный взгляд на объективность, он субъективен. По этому говорится. То есть истина спрятана в сердцах великих святых. Я просто хотел сказать, да, вот пресекление, что это такое? По сути, растворение своей субъективности своего я, своего эго. Нет, это не растворение своего я. Это оплетение своего я. Это оплетение своего истинного я и истины своего эго. Я не говорю ложного я отрастворения. Да, это освобождение от ложных представлений о себе и окружающих людей. Все правильно. Так, мы сейчас бываемся таки по парам. Время уже много. Значит, первый второму объясняет понятие парадигмы и баланса РС. А второй объясняет другому с ней парадигмы и способы строить взаимоотношения. Вот это эмоциональное счет. Первый второму объясняет понятие парадигмы и баланс РС, то есть принцип эффективности. А второй первому объясняет понятие сдвига парадигмы и способы строить отношения. Всем спасибо. Всем спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...